И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. И снова с вами я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдейва-Урама. Здравствуйте, милые мои удивительные! Благодарю вас за то, что вы смотрите данный эфир, за то, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хотела бы сказать вам вот такую вещь. Я могу помочь вашим деткам узнать их предназначение. Да-да, именно так. Дело в том, что я взаимодействую с хранителями души, могу взаимодействовать с хранителями души ваших деток, ваших, ваших хранителей. И могу подсказать всё то, что должен делать ваш ребёнок, его предназначение. Представляете? Представляете, как может повести вашему ребёнку, если вы уже будете изначально знать, что он должен делать, что должна делать его душа, какое его предназначение, с каким он пришёл сюда посылом на эту землю. Представляете? Ведь это же на самом деле очень всё так, ну, уникальная такая возможность. Я уже некоторым деткам дала такие консультации, не деткам, а родителям этих детей дала такие консультации и сказала, что нужно делать ей. Это я надеюсь, надеюсь, что родители меня услышали и будут, как бы сказать, услышать-то одно, но что они действительно будут вести ребёнка по такому пути. Например, мне самой было очень интересно, когда вот я научилась взаимодействовать с хранителями, я их спрашивала, что нужно делать моему ребёнку. У меня же ребёнок совершеннолетний, уже 25 лет, и 26 будет в этом году. И когда хранители сказали, написали, моей рукой написали, что моя доченька должна делать, то, конечно, для меня это большое благо и большая радость, потому что я, ну, мой ребёнок знает, по какому пути идти и что делать. Я знаю, как мама, что делать ей, и какие у неё могут быть перспективы, чем ей вообще можно заниматься. Потому что дело в том, что есть дети такие, например, как я. Я такой была ребёнок, что у меня была судьба, у меня предназначение было. С самого рождения у меня было предназначение. И потому что я шла не по предназначению, у меня очень много было проблем. Очень много было проблем, очень много было трудностей, очень много было боли, очень много было слёз. очень, ну, очень много всего я в своей жизни. У меня такая была жизнь. Я вообще даже всё время думаю, Отец Небесный, как я смогла выжить? Как я вообще смогла выжить и ещё остаться человеком? И ещё человеком, в смысле, здравым. И ещё, ну, действительно, человеком, потому что человеком остаться с добрым сердцем после того, что я пересмотрела, перевидела, увидела, узнала. Это сложно на самом деле, но мне повезло, я ещё как-то вот... Отец Небесный меня всё время помогал, спасал. И хранители всегда были рядом. И только в 49 лет я узнала о своём предназначении на 100% в таком предназначении, что именно я должна была делать. Представляете? Это ведь... Какой большой долгий путь я прошла. 49 лет. На середине от 49 до 50 лет. Представляете? Вот мне скоро будет через несколько месяцев 50 лет. А ведь если бы я знала об этом всём с самого детства, с рождения, если бы мои родители знали об этом, о моих способностях мистического дара с детства, о том, что у меня такие взаимодействия идут, если бы я это знала с детства и развивала бы, то этого бы, наверное, многих вещей бы не было бы. не, наверное, а не было. Было бы совсем всё по-другому. Другая бы жизнь была. Вот. Ну, со мной всё понятно. Всё как было, так было. Это всё уже. Поезд ушёл. Обратно не вернуть. И слава Отцу Небесному, я на своём месте. Сейчас на своём месте. И пользуясь вот этим своим местом, своим вот этим даром, своим вот этим взаимодействием с хранителями, я могу сейчас деткам, которые родились, которые маленькие, которые ещё не пошли куда-либо учиться и что-либо делать, я уже могу дать им подсказать то направление, что именно он должен делать ребёнок. Понимаете? И ведь это на самом деле какое большое облегчение для родителей, потому что если он знает уже путь ребёнка, то он уже над этим путём его работает. И ничего уже другого не надо делать. И он потихонечку-потихонечку ребёночка направляет, направляет. Да, какие-то он моменты тоже ему даёт чем-то позаниматься, но тем не менее он его всё время направляет, направляет и объясняет. Ну вот так, вот так, вот так ты будешь тем-то, тем-то, тем-то. Потому что мы же с детства это говорим. А мы обычно как с детства навязываем что-то ребёнку, навязываем, навязываем, нам всё мерещится, кажется. Или мы мечтали в детстве, как я мечтала играть на пианино. Я в детстве мечтала играть на пианино. Сроду у меня и не было, и слуха не было, и волоса нет, у меня ничего, но я там иногда пою у вас видео, вы меня видите. Потому что очень хочу. И в детстве я мечтала, у меня соседка была Людмила Элизарова. Если ты меня сейчас смотришь, Людочка, ты всегда меня вдохновляла на это всё. Я очень-очень мечтала играть на пианино, как она. Очень. Ну, прям хотела. Я мечтала и завидовала ей белой завистью. Конечно, что у меня будет инструмент, я буду играть. И вот так вот я хотела играть, играть. Так вот у меня душа прямо-то моя там всё. Хотела. Не играла. Не было у нас ни такой возможности. И вряд ли я, может быть, научилась. Не знаю, может быть, я научилась. Потому что, честно говоря, если бы меня в детстве повели бы, я научилась бы. Я такая была. Трудоголика. Любила я учиться. Если бы повели, то научилась. Но не было такой возможности. Меня не водили. А когда у меня родилась дочка, то эту всю свою мечту я начала внедрять в ребёнка. Вот представьте. Сказала бы, зачем. Я говорю, дочь, а ты будешь играть на инструменте, ты будешь играть на пианино. Купила ей пианино, когда ей было три года. У нас учительница по музыке уезжала из деревни, с Екатерининского. Я у неё купила пианино. И поставила дома. Ребёнку было три года, и я ей все говорила, дочь, ты будешь играть на инструменте, ты будешь играть. Это была моя мечта. Это была моя мечта. И моя несбывшаяся мечта, и я её всё время перекладывала на ребёнка. Оказалось бы, зачем. Ну и ребёнок пошёл всё-таки, учился, отучилась в музыкальной школе. Она под конец уже не хотела. Всего говорила, мама, зачем мне эта музыка? Я уже тогда, мы с ней жили на разных континентах, а она говорит, мама, я хочу бросить. Я говорю, дочь, закончи ради меня. Вот просто ради меня закончишь всё. На тройке, на четвёрке, на что угодно. Просто закончишь. Ты будешь радоваться, что ты закончишь. Потом будешь маме говорить спасибо, что ты закончишь. Я знаю, что у тебя не будет великой пианистки, у тебя этого нет. И мне, когда её повели, сказали, что есть дети, у которых предназначение к музыке. Он прям не может, он слышит, у него там слух идеальный. У меня, девочки, есть слух, но она просто играла, ну, не было вот этого предназначения музыки. Но, тем не менее, она закончила. Закончила ради мамы. Я очень рада тебе за дочу. Дочь, я благодарю тебя за то, что ты послушала. За то, что даже мы, живя на разных континентах, мама здесь, а ты там. И эти пять лет ещё ходила без мамы. И ради мамы закончила. Я так тебя люблю, солнце мой. Я так тебя люблю. Я так тебе благодарна, что ты мамы слушала. И сейчас она мне говорит, да, маму, ты знаешь, как приятно. Вот когда мне спрашивают, а что ты закончила? Я говорю, сразу две школы. И среднюю школу, и музыкальную школу. Я говорю, вот видишь. И благодаря музыкальной школе у тебя какое-то образование тоже было музыкальное, в смысле, что развито было уже как-то. И ты знаешь, какие музыканты, ты знаешь композиторов. И, ну, как-то это же всё-таки образование, да, ещё одно. И это очень приятно. Да, ещё, конечно, по музыке она не пошла ни в техникум, ни в училище, это, ну, не её. Но, тем не менее, база музыки есть. База музыки есть. И потом была занята временем музыкой. Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что хорошо много давать ребёнку всяких разносторонних образовательных занятий. Но при этом нужно знать, что, какое у ребёнка предназначение в жизни. Понимаете? Можно давать и кройкой шитья, можно давать рукоделие, можно давать рисование, можно давать музыку. Но если ты ещё знаешь предназначение ребёнка и будешь в этом направлении ребёнка развивать ещё больше, и когда он будет формироваться, и ты будешь как-то ему уже говорить, что вот, ну, а ты там, допустим, должен быть музыкантом, либо ты должен быть певицей. Сцена эта твоя. Ты должен стоять на сцене, ты должен петь, ты должен... И давать уже музыкальное, там, танцевальное образование. Всё вот в этой стороне, понимаете? И развивать, допустим, ребёнка, чтобы не было комплекса, чтобы выступал публично. Вот я некоторым давала деткам консультации, родителям, там, вот, и много чего такого говорила, что нужно, для чего нужно, что делать нужно для ребёнка. Вот и поэтому, что я хочу сказать вот в этом видеоэфире, что я, как мистик, как человек, который умеет взаимодействовать, который имеет этот дар взаимодействия с хранителями души, может подсказать, что за направление, какое направление у вашего ребёнка, и что ему нужно делать, и чем нужно заниматься. Я всегда думаю, я ребёнку своему, говорю, доченьке, говорю, доченька, как тебе повезло с мамой. Вот у нас родится ребёночек, твой внучок, твой детёныш, а мама уже будет знать, бабушка твоя будет знать, что ему делать. Ах, как я себе думаю, это вот счастье будет, когда у меня родится внук или внучка. Я буду самой счастливой бабушкой на свете, потому что я уже буду знать, что нужно делать это с этим ребёнком, в смысле, в каком направлении его развивать. Дайте, если мне дожить до этих моментов, до этого дня, чтобы я смогла ребёнку это сказать, чтобы я смогла дочери своей передать эту информацию. Дай только, дай мне, пожалуйста, эти дни, я буду сам, я буду самой счастливой бабушкой. Если я, я так хочу дожить до этого времени, потому что я очень-очень желаю, чтобы своей доченьке помочь, и вот чтобы она уже, когда у неё будет ребёночек, чтобы она уже с рождения этого ребёночка знала о том, что делать, как нужно воспитывать, по какому пути идти, и что нужно ребёночку, какую базу давать, развивать, в каком направлении. Да, было бы очень большое счастье, большое счастье, большая радость. Это было бы просто невероятно и здорово. Ну, а пока, не а пока, а вообще всегда я буду давать такие консультации, то я давала для взрослых консультации, как им, что делать, для их дел, как им помочь, как им в жизни жить, что делать им в жизни. Ну, и вот в этом видеоэфире я хочу сказать, что также я даю такие вот консультации о ваших детках. Что нужно делать деткам, что нужно, по какому пути идти, как развивать, и чем заниматься, чтобы ребёнок был счастливым и жил благостно, радостно, и чтобы жизнь ему была гармонична. Вы знаете, что когда вы знаете предназначение своего ребёнка, то тогда у этого ребёнка меньше всего он делает ошибок в жизни. Эти дети вообще не совершают ошибок в жизни таких глобальных и больших. Они просто идут, уже у них всё хорошо, им не надо биться, стучаться в те двери, которые для них закрыты навсегда. Понимаете? Почему мы стучимся в те двери, которые нам не открыты? Потому что они не наши. Это не те двери, куда мы должны идти. Потому что если мы идём, если мы слышим свою душу, голос души, слышим хранитель, если мы взаимодействуем, то мы всегда придём именно в ту дверь, которая для нас должна открыться. Понимаете? нас хранители поведут по той дороге именно к той двери, которая должна открыться для нас, где нас ждут, где рады нашему взаимодействию, где с нами будут взаимодействовать и нас будут встречать и радоваться нашему присутствию. А мы, когда этого не знаем, мы просто чьи-то идеи хватаем, мы не понимаем, мы думаем, о, вот это буду делать и пойду туда. Идём туда и стучимся, нас там даже вообще не ждут, нас даже и не хотят там видеть, понимаете? А почему? Потому что это не наше, потому что нам сами хранители говорят, не открывают вам дверь, видите? Вам не рады, вас не хотят здесь, понимаешь? Ну, уйди, что-то стучишься, пойди, другой, послушай меня, послушай голос души, во взаимодействии с хранителем, услышь, есть то место, где тебя ждут на земле. У каждого человека на земле есть та дорога, по которой нужно идти по ровной и гладкой. И есть то место, есть те двери, есть те люди, которые желают вас видеть, которые рады вам и которые желают с вами взаимодействовать, сотрудничать, работать и всё-всё делать с вами, понимаете? У всех у нас такое есть. Но просто мы не все это слышим. Я знаю, что многие люди сейчас могут сказать, что да, я вот в одну и ту же дверь стучался или поступал, поступал в университет пять раз, на шестой раз поступил и вот всё-таки же поступил. Но не факт, что после этого университета вы будете дальше работать. Я знаю таких людей. которые шестого раза поступают, заканчивают, а потом всё равно не работают по этой специальности и идут на другое место. Очень много таких людей. Да, это всё им пригодилось, это была практика. Но ведь можно было к этому, к тому, что сейчас вы имеете, к благому, хорошему, можно было прийти кратчайшим путём. А кратчайшим путём нужно узнать только через взаимодействие с хранителями. И так для наших деток. Тем более, все детки, которые рождаются, так же, как и я, мы все несем кармические отработки. Мы все должны отработать всё, что мы сделали в прошлой жизни. И у каждого из нас есть там много чего, что мы... Это редкий случай, наверное, который ребёнок может родиться, и у него нету кармических отработок и задач, которые он должен доделать в прошлой жизни. Я не знаю, такого не может быть. Во все времена были какие-то войны, междоусобицы, что-то было, где-то как-то, и мы где-то как-то что-то поднагрешили. Все. Все мы с вами поднагрешили. Кто-то в большей мере, кто-то меньше. Я не знаю, я, наверное, очень много. Потому что у меня было очень много всего. Я не могу это сказать вам, наверное, очень много, потому что мне много, чего уже сказали их родители. И что я должна была отработать. Но, наверное, еще больше, чем было. Потому что я все время думаю, почему на моем голове столько всего было. Уже так. Потом они мне говорят, что всего благо. Не буду рассказывать своих секретов. Они вам не нужны. Все то, что буду постепенно о себе рассказывать, чтобы не сильно чтобы вы постепенно обо мне узнавали, чтобы не сразу так все. И вот. А когда мы знаем, что у ребенка такая-то кармическая отработка должна быть, то мы уже знаем, что вот тот-то, 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 он должен отработать в таком-то деле. И как-то даже, может даже смягчить путь. А еще, между прочим, если мама будет молиться и говорить те слова, которые скажут хранители и молитвы, то эту отработку кармическую дети даже и не будут отрабатывать. Она у них уйдет. Потому что слово мамы, молитва настолько сильное, что она может все это остановить. И родовую карму может остановить. Я не могу в этих программах, в видеоэфирах для вас говорить вот такие вещи. Есть молитвы, которые я вам сказала. Но есть родовые кармы и которые останавливают родовые кармы для каждого человека свое. Ты не можешь давать общее для кого-то. Во-первых, я не могу знать, что это, что вы отрабатываете родовая карма или что это у вас либо вы сейчас уже что-то насобирали и кармических себе узлов навязали и вы не можете в них попадаете и все время отрабатываете. Поэтому у вас все плохо. Поэтому здесь тоже нужна консультация. Вот все, что я вам могу доступное для всех, я рассказываю. Но все, что касается личной консультации, я объясняю, что в личной консультации. И это не потому, что это бизнес мой, я зарабатываю денег. Нет, это потому, что я объясняю, чем я сейчас занимаюсь. и это все благое дело, все во благо, и это все идет благотворительность. Но я, это мое предназначение сейчас души, как мистика, мой дар использовать во благо. Чем больше я людям помогу, тем больше будет благо как вам, так мне и вообще на земле. Это мое предназначение. я этим сейчас занимаюсь. Я помогаю людям услышать хранителей души. Помогаю деткам найти предназначение, узнать и взрослым. Это все то, что я делаю сейчас. А с вами была я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова и мое новое это видео, где я вам еще кое-что рассказываю о консультациях. А вот до новых встреч, милые мои. Храни вас всех Отец Небесный. Пусть хранители вам всегда помогают. Знайте свое предназначение. Взаимодействуйте с хранителями души и пусть у вас все будет благостно, радостно и замечательно. Я люблю вас. Пока-пока, до новых встреч.